Тема шестая. Тема шестая. Когда мы анализируем деятельность, мы условно считаем, что она направляется каким-то, ну скажем, одним ведущим мотивом. Хотя на самом деле любая деятельность имеет много мотивов. Она полимотивирована. Затем мы говорим, что составляющей любой деятельности является действие. И действие подчинено сознательной цели. Теперь, когда мы подошли к третьему вопросу, мы говорим также о том, что способы достижения цели, способы достижения цели, зависящие от условий, зависящие от условий. Это операции. Способы достижения цели, зависящие от условий, это операции. Если во втором вопросе мы от действий поднимались наверх в деятельности, смотрели какие там есть соотношения, то теперь в третьем вопросе нас интересует, если угодно, операциональная часть деятельности. Действия и операции. Давайте начнем так. Действия бывают простые и составные. Наши действия обычно, конечно, составные. Вот, даже для того, чтобы сюда прийти и прийти вовремя, нужно выполнить целый ряд действий. Хотя на самом деле, приезд или приход на работу или учебу, это составное действие. Или то, что мы делаем сейчас, записываем чью-то, например, мою речь. Мы ведь на самом деле осуществляем целый ряд действий, которые как бы слиты в одно. Мы, если у нас хорошо тренированный навык письма, мы замечаем только то, даже так, не только то, а смысл того, что мы пишем. Иногда даже почерк не так важен. Важно наметить смысл. А теперь посмотрим. А когда мы учились писать, когда это происходило впервые, то, как держать ручку, как поставить руку, и так далее, и так далее, это все было отдельными действиями. И тогда возникает один вопрос, пожалуй, самый важный для начала. Это вопрос такой, вот если действия составные разлагать на все более и более мелкие части, и на самом деле, где тогда грань между действием? Ведь любое простое действие служит для достижения основной цели. Казалось бы, можно было сказать, что существует просто ряд действий разного уровня. А где же разница между действием и операцией? То есть, какую часть, какой способ достижения цели мы назовем операцией? Ответ простой. Если действия осознаются, то операции, ну, так как я сейчас описал, можно, наверное, сказать, то операции уже нет. Если действия осознаются, то операции – это автоматизированные действия. И сейчас, наверное, как держать ручку? Как расположить руку? Это едва ли осознается каждым из нас. Это, конечно, операции. Мы получили определение первого вида операций. Это операции, которые когда-то были действиями. Это сформированные навыки, например, двигательные навыки. Или нас учат понимать живопись, учат понимать музыку, обращают наше внимание на какие-то отдельные детали, на какие-то отдельные, заметим, условия. Когда мы осознаем условия, то операции, конечно, переходят в действия. Когда нас чему-то учат, как говорится, развертывают все условия. А если затем формирование навыка прошло успешно, то мы замечаем лишь конечный результат, а все остальное автоматизируется. Прекрасно об этом писал, как о навыках вообще, в нашей стране прекрасно писал Николай Александрович Бернштейн. Вот возьмем, ну, так сказать, интереса ради. Возьмем кусочек из книжки о построении движений. Толстой любитель, простите, Бернштейн любитель русской литературы и приводит нам пример из Толстого, из «Войны и мира». Там либеральный помещик, такой помещик-прогрессист, который трудится вместе со своими крестьянами, косит траву. И заметим, как Толстой описывает этот процесс козьбы. Условия, заметим, привычные, стандартные. И что замечает этот помещик? Его правильно называть, как нам говорят, не Левин, а Левин, потому что это, вроде бы, автобиографический герой у Толстого. Он видит только результат, то есть, скошенную траву, достигнутую цель. Вот что он видит. Скошенную траву. И при этом, замечательно пишет Толстой, «Коса сама ведет за собой руку». То есть, человеческое предметное движение, орудие труда, управляет, или лучше сказать, как бы управляет, так нам кажется. Оно управляет нашим телом. «Коса ведет за собой руку». То же самое можно сказать о любом навыке. Когда мы чему-то обучаемся, вот почему-то у Леонтьева, у его учеников, любимый пример – это обучение стрельбе. Скажем, стрельбе из, ну, винтовки. А я бы взял здесь, интересы ради, стрельбу из лука. Вот, спортсмен-лучник. Чему обучается сначала? Буквально каждой операции. Но это не операция. Мы чувствуем разницу? Когда, когда представлено действие в сознании, скажем, как держать сам лук? С какой силой натягивать тетиву? Как направлять стрелу в цель? Это все отслеживается в качестве особых действий, а потом это становится полностью операциями. И вот интересно, а что же видит спортсмен-лучник? Вы знаете, после того, как я узнал об одном описании, которым хочу поделиться с вами, мне стало интересно смотреть стрельбу из лука. Обычно ее неинтересно смотреть, потому что там лучник стоит, и вообще-то говоря, ничего не делает, он чего-то ждет. Там выстрел надо совершить за определенное время. Интересно смотреть на спортсмена-лучника, когда рядом показывают мишень. Вот, оказывается, чего в частности ждет один из мастеров спорта по данному виду. Он ждет, обратите, как причудливо, как причудливо видится цель. Он ждет, когда между концом стрелы и центром мишени появится трубка, если угодно такой, трубопровод. Появляется эта трубка в представлении на доле секунды, и именно в эту секунду надо отпустить стрелу. посмотрите, как причудливо представление о результате, который должен быть достигнут. Трубка пустил по трубке стрелу, и стрела точно попадает в цель. Мы поняли, при автоматизированных действиях осознается только конечный результат. Вся операциональная часть уходит из сферы сознания. Ну, а теперь зададимся таким вопросом. А бывает ли так, что операции вновь переходят в действие? Конечно, бывает. И что для этого должно измениться? По определению должны измениться условия. Например, все тот же, вся та же сцена козьбы у Толстого. Впереди идет опытный косарь. Сам Левин идет за ним. Положим условия привычны. А вот они изменились. Заметим, первый случай. Объективное изменение условий. Возникла кочка на поле. И опытный косарь-крестьянин, не меняя темпа козьбы, спокойно обходит эту кочку. Для него операции остались операциями. А для Левина, менее опытного работника. Изменение условий деавтоматизировало навык. Изменение условий перевело операцию в действие. Теперь рука остановилась, и нужно опять прикинуть, как обойти кочку. Навык перешел с автоматизированного уровня, операционального уровня, на уровень действий. Спрашивается, а можно ли субъективно перевести операцию в действие? Конечно. предположим, кого-то из вас, кто-то, например, я попросил бы после этой лекции показать мне свой конспект. Ну и, наверное, кто-то обращал бы внимание также и на почерк, на то, что обычно выполняется автоматически. или есть такой пример простейший. Есть такая профессия замечательная и, к сожалению, исчезающая во многих странах, в том числе в нашей. Это профессия корректора. Вот когда мы не пишем, а что-либо читаем, например, мы читаем авантюрный роман, мы захвачены сюжетом, страница летит за страницей, обращаем мы внимание на ошибки орфографические? Нет. А если мы сменили цель, если мы поставили себе другую цель, вычитки этого текста, проверки орфографии, то мы уже будем замечать ошибки, правильно? И знаете, что самое интересное? Не удивляйтесь. и опытный корректор запрещает себе понимать смысл. Потому что если он будет обращать внимание на смысл романа, он ему влечется, это его отвлечет от основной цели. Простите, это вечная беда авторов, и я один из них имел часто дело с редакторами и с корректорами и вечная жалоба автора, простите меня, корректор всегда почему-то норовит выполнить функцию редактора. Он говорит, а вы вот здесь написали не совсем правильно, использовали не те знаки припинания, ну и вежливо мы с вами понимаем, он берется не за свою цель. это значит, что вычитать текст правильно он не сможет. Есть знаменитая редакторская шутка, издательская шутка, знаете, когда книгу выпускают, печать, пишут в свет и надо написать без опечаток. Обычно говорят так в свет без очепяток. То есть книги полны опечаток и многие из вас в этом могут убедиться. Хорошо. А есть вот такой вопрос еще. Можно ли одновременно выполнять сразу несколько действий? Нам рассказывают про то, про то, что крупные полководцы, Наполеон, он одновременно принимал решения, вел беседу, ходил из угла в угол, болтал ногой и так далее, и так далее. Возможно ли это? Ответим попросту. Конечно, это возможно, но лишь одно из движений является действием, а все остальные являются операциями. Одно из движений является действием, а все остальные являются операциями. И если домохозяйка сидит перед телевизором и смотрит свою любимую мыльную оперу из жизни латиноамериканских или других красавиц и красавцев и одновременно вяжет, то либо у нее вязание это операция и она выполняет ее автоматически и тогда она смотрит понимая смысл того, что там происходит в телевизоре. Либо наоборот, если она неопытная вязальщица, то скорее всего она выполняет действия вязания и тогда телевизор работает впустую. Он просто является звуковым оформлением к этому выполнению действия. Вы знаете, мне хотелось бы привести один пример. Пример того, как, причем это будет, сразу скажу, пример с продолжением. Пример того, как человек может одновременно что-то выполнять автоматически и одновременно планировать действия. Вот был такой роман, вернее, его позже стали называть чуть ли не романом, хотя поначалу называли повестью, а сам автор считает это всего лишь рассказом. Это первый из напечатанных в нашей стране рассказов Александра Исаевича Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Может быть, кто-то читал, может быть, не читал, мне это не важно. Мне хочется показать на этом литературном примере Солженицын, он же толстой, по-моему, плюс Достоевский 20 века, поэтому можно и на нем показывать, причем даже на любом рассказе, показывать удивительные вещи. Иван Денисович Шухов это заключенный в лагере, безвинно заключенный, но это не важно. Важно, что по профессии он каменщик. И вот, как это часто бывает на каторге, на советской каторге, да и не только на каторге, там полдня проходили, искали, что делать, потому что не было материалов, того-то не подвезли и так далее, и так далее. И только после обеда начинают работу. Я буду чуть-чуть зачитывать места из упомянутого рассказа и параллельно пояснять психологический смысл. вот начинает этот каменщик планировать свое действие. Планирование действия, в данном случае это говорит психолог-комментатор, планирование действия требует полной концентрации внимания на его цели, представлении о результате, который должен быть достигнут. Далее пишет писатель и не видел больше Шухов ни озора дальнего, где солнце блеснило по снегу, ни как по зоне разбретались работяги. Шухов видел только стену свою, от развязки слева, где кладка поднималась ступеньками выше пояса, и направо до угла, где сходилась его стена и Кельгасова. Заметим, Кельгас это его напарник, каменщик. Работают они двойками, у каждого из каменщиков есть свой помощник. Итак, вот он, посмотрите, не видел ничего, кроме будущей цели собственного действия, стены. Продолжаем. Говорит психолог, распределение рабочих обязанностей и выполнение привычной автоматической операции не мешают сознательному проникновению в предметное содержание действия, вплоть до эффективного сопричастия с ним. То есть, говоря попросту, планирование действия не мешает выполнению какой-то операции. Какой именно? Он указал Сеньке, где тому снимать лед? И сам ретиво рубил его то обухом, то лезвием. Работу эту он правил лихо, но вовсе не думая, то есть, срубал лед со стены. Работу правил лихо, но вовсе не думая, значит, это операция, а думка его и глаза его вычуивали из-подо льда саму стену. Стену в этом месте прежде клал неизвестный ему каменщик, а теперь Шухов обвыкался стеной как со своей. Аффективное сопричастие с предметным содержанием действия стена становится своей. Как бы объединяя состоявшееся прошлое, это говорит психолог, с необходимым будущим происходит детальный учет пространственно-временных условий процесса труда. Учет пространственно-временных условий, пожалуйста, писатель пишет, вот тут провалено, ее спрямить за один раз нельзя, придется ряда за три, всякий раз подбавляя раствора потолще. Вот тут наружу стенопузом выдалось, это спрямить ряда за два. Так учитываются пространственно-временные условия, а что дальше, а дальше психолог замечает, а затем и нехитрый расчет социальных условий, допускающий облегчение доли своего напарника за счет других. Учет социальных условий, читаем у писателя, и разделил он стену невидимой метой, да коих сам будет класть от левой ступенчатой развязки, и от коих Сенька, Сенька его напарник, направо до Кельгаса. Там на углу рассчитал он, то есть рассчитал Шухов, Кельгас не удержится, за Сеньку малость положит, вот ему и легче будет. То есть посмотрите, что мы здесь увидели. Выполнение операций, планирование действия, причем сначала учитываются пространственно-временные условия, как у животных, а потом еще и социальные условия, как облегчить работу своему напарнику. Вот видите, любой, даже простейший акт начала работы, мы оставим эту книжечку на столе, и в завершении посмотрим, как Шухов будет заканчивать работу. Вот как он ее начинал, мы видели. Когда он начинает работать, то сочетаются, конечно, действия и операции. А теперь перейдем ко второму виду операций. Второй вид операций таков. Это такие средства деятельности, такие средства деятельности, которые либо никогда не осознаются, которые либо никогда не осознаются, либо формируются без участия сознания, которые либо никогда не осознаются, либо формируются без участия сознания. Ну, заметим, наши элементарные, врожденные, безусловные рефлексы. Это ведь тоже операции, но эти операции мы не формировали, они сформировались сами. Или, скажем, ритм дыхания, физиологические процессы, биоритмика мозга, это заведомо операцией, и никогда не проникает это в сознание. Хотя возникает вопрос, как можно это изучать? Ну, во-первых, один экспериментальный прием. Для того, чтобы любые операции, даже те, которые никогда не осознаются, для того, чтобы операции перешли в действие, чтобы их можно было изучать, чтобы они осознавались, чтобы мы отчет получали сознательный от нашего испытуемого, мы должны сделать так, чтобы резко изменились условия. Ну, вот, скажем, перцептивные операции, навыки нашего восприятия, скажем, его предметность, предметность нашего восприятия, пожалуйста, мы в любой момент видим вещи в обычных условиях с определенными предметными значениями. У каждой вещи есть свое предметное значение. Что надо сделать, чтобы эти, по сути, врожденные или формируемые без участия сознания операции перешли в действие? Нужно, например, резко изменить условия. Что сделать? Ну, например, предложить испытуемому посмотреть, посмотреть на предмет через псевдоскоп. Мы рассказывали когда-либо про псевдоскоп. Мы помним, что когда посмотришь на псевдоскоп, сейчас кое-что добавим, то видит человек, вообще-то говоря, не предмет, а он часто видит материал для построения предметного образа. Поясним. Вот для этого возьмем еще такой пример. Переворачивающие мир очки, инвертирующие очки. исследователь лучше знать, чем не знать в таких случаях говорят, заметим, его фамилия Стреттон. Исследование он проводит в конце прошлого века на самом себе. Берет окуляр, который переворачивает ему мир вверх ногами. Второй глаз, как адмирал Нельсон, повязывает повязкой и смотрит на мир перевернутый за счет вот этого изменения. Не то, что дать отчет, что ты видишь, а просто походить или, скажем, выполнить привычные действия бывает трудно. Что же видит? Такое испытуем. В исключительных экспериментальных условиях Леонтьев скажет. Он видит непредметное содержание, он видит чувственную ткань. Чувственную ткань. Слово чувство здесь надо понимать как орган чувств, сенсорная ткань. Он видит, не знаю, помните, как мы говорили о субъекте сенсорной психики, когда нет предметов. Мы говорили когда-то об этом, да? Помним пример с американским Сомиком, который не мог различать предметы. Так вот и здесь, в чувственной ткани не выделяется никаких предметов. Там есть только первичный материал для построения предметного образа. Так вот, в особых условиях, когда мы говорим псевдоскоп, когда мы говорим инвертирующие очки, поучительный вывод, достаточно действовать, я бы сказал так, надо отважиться действовать в необычных условиях, и мир, на наше удивление, встанет на место. мы как бы заново построим мир. Стреттон на пятый день катался на велосипеде, а всего он очки, вернее, этот окуляр, позже стали носить очки, у него был только окуляр, а всего он носил его восемь дней, за восемь дней он полностью адаптировался поведенчески, он выполнял привычные движения, и видел мир таким, каков тот есть. Вот такой прекрасный эксперимент как бы восстановления и развития предметного восприятия. А еще как можно исследовать кстати этот пример довольно трудно отпускает, скажем так, для того, чтобы адаптироваться к конвертированному зрению, надо очки носить постоянно. Александр Дмитриевич Лагвиненко, о котором я, наверное, иногда упоминал, это исследователь, который уже в нашей стране кандидатскую свою работу выполнил по материалам Стреттона, перепроверив его результаты. Он получил такой результат, поведенческая адаптация наступает, а перцептивная не всегда. То есть, когда человек действует, он вроде бы все видит на своих местах, а как только его спросят, а где, например, сейчас находится тот или иной объект, вот кусочек мела, где он, внизу или наверху, мир-то перевернут, и испытуемый говорит, ой, зачем вы меня спросили? До того, как меня не спросили, я все понимал, мел был, где надо, а сейчас, когда я начинаю всматриваться в мир, у меня вновь меняются предметные отношения, вновь мне трудно указать, где находится предмет. И такой важный пример из арсенала лектора Александра Дмитриевича Лагвиненко, он приводил этот пример с большой любовью. Один южноамериканский исследователь, не будем его называть, это не так важно, проводил такую тренировку, он два часа в день в очках, которые смещали поле зрения, не переворачивали и не оборачивали по перспективе, а просто смещали на определенное количество угловых градусов. Он в таких условиях учился забивать гвозди. Милый результат, что уж у него было там с руками, это особое дело. Он занимался этим только два часа в день, и поэтому поведенческой адаптации не наступило. Так и не наступило. Надо, чтобы условия, изменившиеся условия оказались затем постоянными. Ну хорошо, а как еще можно изучать вот такого рода операции, когда даже привычные операции переходят в действие. Приведем еще несколько примеров. Случаи патологии. Ну скажем, расстройство сознания, именуемое термином шизофрения. У больного шизофрения, а слово шизофрения означает распад. У больного шизофрения привычные действия, а лучше даже сказать привычные операции, ну например, уход за собой по утрам, умывание и так далее, становятся действиями, потому что ему трудно что сделать? Спланировать цель. Вот что мешает больному шизофрении. Ему трудно спланировать цель, поэтому пока ему извне не поставят цель, он не может ее достичь, ему трудно управлять собой. И тогда он осознает буквально каждое движение, вот как там поутру, скажем, кран открыл, открыл его или не открыл, как его опять закрыть. Все это становится серьезной проблемой. И пожалуй, еще один случай, когда можно изучать операции. Когда есть теория, скажем, теория, вот мы в основном говорим о восприятии, давайте не менять, материал это хороший материал, скажем, теория построения образа. Будь у нас возможность, не знаю, если обещать мне трудно, но процентов 60 даю за то, что в следующий раз вот здесь покажу ту иллюзию, о которой сейчас расскажу, ну, как говорят, на пальцах. Был знаменитый конструктор иллюзий, английский художник по фамилии Эймс. Сколько он сконструировал иллюзий, уму непостижимо. Есть и комната Эймса, есть целый ряд других иллюзий остроумных, а мы возьмем так называемое окно Эймса. Этот материал описан в учебнике в курсе лекции Юрия Борисовны Гиппенрейтер, поэтому мне будет легко напомнить об этом материале, вы его уже читали. Берется такой объект, который напоминает нам окно, то есть внешне здесь на листе картона или металла изображена оконная рама, причем изображена она и с той, и с другой стороны. Вот такой объект предъявляют нам и при этом начинают его вращать. Он вращается с определенной скоростью. Ну, вот тот из вас, кто сидел бы поближе, должен был бы прикрыть один глаз, по крайней мере, для того, чтобы увидеть эту иллюзию. Близко она не видна. А вот на расстоянии примерно 6 метров, не буду объяснять почему, она видна любым человеком. Суть иллюзии для тех, кто пока не читал тексты у Гиппенрейтера. Представьте, что это окно вращается вокруг своей оси. Вращается вокруг своей оси. Что должно быть? Вот так, как я нарисовал, уйдет большая сторона окна, вот это, большая по размеру сторона окна, уйдет она вдаль или нет? Формально, конечно, она уйдет вдаль, но перцептивно нет. Почему? Потому что по законам линейной перспективы, нами, неосознаваемым, по законам линейной перспективы, то, что больше должно быть ближе. И поэтому мы будем замечать интереснейшее, поверьте, медитировать не надо, удовольствие получить можно огромное, можно минутами, а то и десятками минут смотреть на подобные вещи, особенно если освещать разным цветом и так далее, и так далее, устраивать дополнительные какие-то условия, например, например, вот на это место вешать платочек, и на платочек не будет распространяться иллюзия, а иллюзия, если кто-то вдруг до сих пор не понял, в чем состоит, когда большая сторона окна, большая в буквальном смысле, находится перед нами, мы видим реальное движение, а когда большая сторона окна уходит вдаль, мы видим иллюзорное движение, то есть в какой-то момент рама останавливается, якобы, хотя она движется, и идет в обратную сторону, при этом мы реально видим обратную сторону этой рамы, это очень интересно подвесить вот сюда платочек, потому что на платочек-то этот закон не будет распространяться, и этот платочек будет иметь вид блуждающего духа, он в какой-то момент утратит что? опору, он будет висеть в воздухе, очень интересно подвесить, остроумие преподавателей безгранична, можно вот сюда подвесить вешалку, и на вешалку, обычную вешалку, закон не будет распространяться, и тогда что мы увидим? как окно на наших глазах проходит сквозь вешалку, или что то же самое вешалка проходит сквозь окно. А что теперь мы сделаем как вывод? Другой исследователь восприятия, исследователь восприятия, который работал в 19 веке, Георг Гельмбойц, назвал подобные феномены неосознаваемыми умозаключениями. Вы изучаете логику и не мне вам объяснять, что такое умозаключение, хотя, может быть, уже сегодня мы об этом немножко поговорим, сейчас не так уж обязательно. В умозаключении есть большая посылка, малая посылка и вывод. И Георг Гельмбойц предполагает, что большая посылка в перцептивном умозаключении это наш предметный опыт. А в нашем предметном опыте, простите, не бывает непрямоугольных окон. Окна обязательно прямоугольные. Хотя на самом деле мы никогда не видим прямоугольников. Мы всегда видим трапеции. это опыт, большая посылка, малая посылка. Малая посылка это стимульная ситуация. В данном случае вот это окно, стимульная ситуация. А вывод, а вывод это тот эффект, точнее та иллюзия, которую мы наблюдали. ну а теперь скажем так. Видите, я старался не стирать наши названия еще и по такой причине. Когда мы узнали, что есть различные виды операций, мы теперь можем вслед за Леонтьевым спуститься на самый низ. Основных уровней все-таки три. Но поздний Леонтьев в 75 году добавляет, но он как бы хочет учесть интересы многих исследователей. И он добавляет сюда четвертый уровень психофизиологические функции. Психофизиологические функции. Мы их только упомянем. Упомянем вот в какой связи. психофизиологические функции, ну, те же рефлекторные механизмы. Это, вообще-то говоря, не операции. Это механизмы операций. Это условия обеспечения операций. И давайте совсем коротко упомянем о проблеме, которая занимала умы многих людей, в том числе и сегодня. И она связана с анализом вот этих как раз психофизиологических функций. Это психофизиологическая проблема. проблема. Я проблему сформулирую. Ну, а поскольку она проблема, то давать на нее ответ, по крайней мере, один ответ, я просто не имею права, потому что в некоторых книгах ответов бывает два, в хороших книгах порядка шести, а в специальных книгах более двадцати ответов на эту проблему. Я просто не в состоянии это сделать, да это и не надо, надо почувствовать суть проблемы. Психофизиологическая проблема это проблема связи между психическими и телесными физиологическими процессами. В широком смысле ее называют даже так проблема души и тела, соотношение души и тела. Иногда формулируют так соотношение психика и мозг. Так вот в чем проблема. Дело в том, что когда человек переживает какие-то психические состояния, то в это же время регистрируется активность, ну например характерная активность физиологии, физиологической деятельности мозга. Есть факты корреляции. Корреляция это что? в данном случае корреляция это совпадение во времени. Корреляция психического и телесного. И тогда возникает проблема. Может быть эту корреляцию, пока понятно сейчас говорится, может быть эту корреляцию следует превратить в причинно-следственную связь. Одно дело совпали во времени события А и Б. А психическое, Б телесное, физиологическое. Совпали во времени. И совсем другое дело сказать, если А, то Б. или наоборот, если Б, то А. Например, есть высказывание психика есть функция мозга. Я не буду указывать автора этого высказывания, он едва ли понимал, о чем говорил, когда это писал. Ну да бог с ним. Психика функция мозга. Вы знаете, формально, ну скажем, для школьника первоклашки это действительно так. А однажды поделюсь некоторой житейской трудностью, которую мы когда-то преодолевали с моим соавтором Владимиром Викторовичем Столиным. Мы в начале 80-х писали учебник для непсихологов и писали его по-честному. И, конечно, и психофизиологическую проблему тоже объясняли примерно так, как я сейчас. Это проблема превращения корреляции в причинно-следственную связь. И тогда нам поставили условие наш соавтор, уважаемый нами, бесконечно любимый нами, очень симпатичный добрый человек, Алексей Александрович Бодолев согласился быть нашим соавтором, чтобы пробить нашу довольно свободную книженцию в то время. И он поставил только одно условие. Знаете, все-таки надо написать психика, функция мозга. мы говорим ему, Алексей Александрович, не надо этого писать. Пусть это напишет в учебнике физиологии, для них пусть это так, для нас это не так. Нет, говорит, ребята, надо и все. И тогда начался процесс творчества. Возьмем фразу психика, функция мозга. Мой соавтор сразу придумал такой образ. Голова профессора Дойля, мозг и соответственно его функция психика. Потом сказал нет, если голова профессора Дойля не будет ничего видеть, у нее не будет психики. Значит, введем тогда окружающий мир. Хорошо. Я теперь уже опускаю многие детали и скажу введем окружающий мир. Введем, что голова сидит все-таки на шее и голова это часть тела, дадим тело нашему профессору Дойлю. Пусть он активно движется в этом мире. И вот тогда можно сказать, что психика это функция мозга. То есть вот мы все это обеспечили и только тогда можно сказать психика функция мозга. Хотя в некоторых исследованиях, скажем, по психофизиологии, где изучают деятельность мозга, удобно данное представление. Но мы понимаем, что объективно оно нуждается во многих дополнениях. Или скажем, проблема души и тела, вечный ложный философский вопрос, что первично, что вторично, материя или сознание. Пусть обсуждают его философы, причем далеко недалекого ума. Это не проблема. Это ложная проблема для настоящего исследования. Психофизическая проблема, мы ее пометили и сказали так, бывает, что, скажем, раздражение коры головного мозга, ну, скажем, зрительной коры вызывает зрительные образы. Пожалуйста. Для кого-то этот факт явится тем, что если А, то Б. Если, я понятно сейчас говорю, если возникли изменения, скажем, затылочной части коры головного мозга, будут зрительные образы. А придет другой исследователь и скажет, а все наоборот. Я поставлю вам, помните, мы говорили, такой приборчик есть, биофидбэк, биологическая обратная связь. Я поставлю внешне на рисунке альфа-ритм, и наш испытуемый сможет управлять своим мозгом. Этот тоже будет прав исследователей практик. Поэтому проблема остается, решать ее будут всегда. нам в курсе ее было обязательно пометить и почувствовать. Этого достаточно. И тогда мы переходим вместе с этими нижними уровнями деятельности к такому вопросу, по сути, заключающему этот раздел, эту тему. Уровни построения движений. Уровни построения движений. И в скобочках мы напишем фамилию известного нам исследователя, кстати, физиолога, лучше сказать, психофизиолога, Николая Александровича Бернштейна. В чем открытие одновременно допущения, смелое допущение Бернштейна? Любое движение, любое тренированное движение можно считать решением задачи. Решением двигательной задачи. Причем Бернштейн говорил, что уровни построения движений это еще определенные уровни строения нервной системы. Эту последнюю часть мы опустим, потому что мы не занимаемся физиологией. Мы скажем другое. Вот как Бернштейн на своем языке рассказал о решении двигательных задач. Есть пять типов. двигательных задач. И эти пять типов Бернштейн превратил в уровни. Уровни почему? Потому что ниже лежащие уровни или задачи обеспечивают выполнение выше лежащих. этих уровней пять. Название у них по латинским буквам алфавита А, Б, С, Д, Е. И я перечисляю эти двигательные задачи, замечая, что это еще и уровни построения движений. Уровень А. Уровень А обеспечивает тонус мышц. Уровень А редко осознается. Ну, скажем, он осознается тогда, когда человек хочет поправить свою осанку. Бывают особые случаи, я сразу расскажу об одном из них. Прыжок в балете или в танце, когда зафиксировать позу надо в движении. Это высочайшее развитие уровня А. Но в любом случае уровень А, конечно, есть у каждого из нас, и он выполняется автоматически, обеспечивается без участия сознания. Уровень Б. Заметим, это латинское Б. Уровень штампов, двигательных штампов. Это уровень привычных движений. Или так, движений стереотипов, выполняемых в стандартной ситуации. Стереотипные движения, выполняемые в стандартной ситуации. Например, я когда-то говорил вам, что Николаю Александровичу разрешили преподавать в Институте физкультуры, и он многое почерпнул из этой области. По сути, в то время, когда он работал, у нас в стране была психология спорта. И, скажем, отработка какого-то навыка, например, ходьба на месте, бег на месте, отработка навыков в типовых условиях. Это двигательный штамп. Уровень С. Уровень пространственного поля. Пространственного поля. уровень обеспечивает нам движение в окружающей среде. Бернштейн выражается также и так. Здесь надо учитывать метрику среды. Это тоже ходьба, но уже по реальной местности. Это тоже бег, но, скажем, по пересеченной местности. большинство спортивных движений, танцевальных движений, это движение уровня С. Уровень Д. Уровень Д это уровень предметных действий. Можно заметить, что именно уровень Д становится собственно человеческим. Действий с предметами, о которых мы говорили не раз, и здесь лишь достаточно сказать, что предмет управляет естественным органом. Ложка рукой и так далее, и так далее. Надо учитывать топологию движения. Особенности предмета. В танцевальных или спортивных движениях тоже есть предметные действия, например, в гимнастике упражнения со скакалкой, хотя там с мячом наверняка, когда мяч подбрасывает гимнастка и затем, чтобы он упал ровно в то место, где нужно подставить руку, чтобы его поймать, это явно движение уровня Д, а не уровня С. И, наконец, самый последний уровень это уровень Е. Уровень Е можно назвать по-разному. Это движения, связанные с речью. Но сразу же пояснить. Вот опытный физиолог очень четко понимает границу своего предмета. вот сказал движение, связанное с речью. Ну, например, я сейчас осуществляю или я сейчас движение уровня Е. Винштейн сказал бы, формально да, но дело в том, что, когда человек говорит, любой человек говорит, то развивается его мышление, развивается его сознание. А можно ли смоделировать сознание путем физиологических механизмов? Бирнштейн имел свой ответ на этот вопрос. Некие ретивые головы говорят, можно смоделировать сознание, а Бирнштейн говорил, нет, нельзя. Сознание это особая область, иногда называют это область идеального, нематериализуемая область. И тогда что значит движение уровня Е? Простите, ни для кого из вас я не выполняю движение уровня Е, потому что вы все сидите и меня внимательно слушаете. Если бы кто-то из вас вдруг, я никого не имею в виду, Боже упаси, но в других аудиториях, где-нибудь, там далеко в Латинской Америке это бывает, что кто-то сидит и не понимает речи говорящего, вот он тогда работает на уровне Е, то есть, говорит Бирнштейн, это речь, но без понимания смысла. Ну, вот скажем, туземец священной песни поет какую-то свою знаменитую тумбу-юмбу на совершенно незнакомом ему языке, и из этого языка он ничего не понимает, вот тогда это будет движение уровня Е, то есть, речь, но без смысла. теперь скажем так, есть правило, осознается только ведущий уровень, ну, скажем, это точно то же, что говорил Леонтьев, осознается, например, когда человек бежит по пересеченной местности, ему надо учитывать пространственно-временные условия своего движения, правда, метрику окружающей среды, вот ее он осознает, а то, как координировано его тело, он уже не осознает, осознается только ведущий уровень, а фоновые уже нет. Бенштейн добавит, и мы об этом говорили, когда наш субъект обучался, то была, это бенштейновский жаргон, была развертка фоновых уровней, всякое обучение, это развертка фона, нужно было каждую малейшую операцию превратить в действие, чтобы отработать, и потом, кстати, Бернштейн был блестящим пианистом, там тоже есть движение уровня Б, да, такие двигательные штампы, вот их надо сначала отработать, и потом это будет выполняться автоматически, вы знаете, завершить обернштейне мне хотелось бы так, я довольно часто бывал на Кавказе, с целью не отдыха, с целью чтения лекций по общей психологии, но иногда вот решили мне устроить такую радушную встречу, прием, и пригласили меня на местный праздник, в городе Нальчике съехались три ансамбля, как мы понимаем, теперь была когда-то был когда-то ансамбль Кабардинка, легко понять, что теперь их два ансамбля, Кабардинка и Балкария, а еще приехали гости из Адыгеи, из-за хребта, и в общем были вот три таких кавказских ансамбля, и мне говорят, вот, сходите на наш праздник, местная очень знаменитая дама, дама экстрасенс, как я позже узнал, она вот сопровождала меня, и мало того, что там по телевизору в основном показывают лишь национальные танцы, и другого и смотреть нельзя, но из уважения к гостям, простите, к хозяевам, это мои хозяева, я гость, я пошел на это прекрасное зрелище, проблема у меня была там одна, сколько танцев я выдержу, потому что с одной стороны, да, между прочим, посмотрим, как вы будете хлопать, я едва касался ладонями и отбил руки на несколько дней, едва касаясь, оглох примерно дня на три, понял, что такое, потому что с одной стороны, зал рукоплещет, и с одной стороны, вот, речь моей хозяйки, ну, посмотрите, разве такие прекрасные джигиты не должны были быть в свете Ивана Грозного, а вот это такой-то, такой-то, там, такие-то замечательные девушки, и, конечно, она должна была быть женой царятом, и кто-то, то-то, то-то, это с одной стороны, а с другой стороны, сидел такой маленький мальчик, живое существо, уж он-то хлопал, не так, как я, кроме того, там были откидывающиеся сиденья, и он постоянно скакал, вот он хлопал еще, в общем, там из вежливости, я понял, я сидел и думал, что же, как же мне быть, мне надо определить единицу восприятия, я понял, единица восприятия, это три танца, потому что там вот Кабардинка, Балкария, и еще один ансамбль, адыгейский, вот, и так каждый раз, вот, я выдержу, следовательно, и уже я сидел спокойно, и выполнял, заметим, да, движение типа Б, сидел спокойно, и думал, что выдержу 18 танцев, танцев оказалось 15, так что все было в порядке, они довольно хорошо, потом станцевали все вместе, вместе там со зрителями, с руководителями этого дворца, и тогда это уже был праздник, и, и тогда хозяйка, провожая меня, сказала, ну, как вам понравилось, я говорю, огромное вам спасибо, только поймите меня за что, ведь, извините, но Ходьма Прутков сказал, специалист подобен флюсу, человек, преподаватель общей психологии, из всего извлекает, мне кажется, я ей поблагодарил, вы мне дали блестящий пример для уровней построения движений, посмотрите, на сцене мы наблюдаем все уровни построения движения одновременно, вот скажем, в лихом, да, прыжке застывает тонус мышц, да, фиксируется, застывает джигит, это редчайший случай управления уровнем А, постоянные хлопания в ладоши, или вот это не обязательно знать кавказские танцы, можно знать просто русские, ансамбль березка, да, когда мелко семенят ноги танцовщиц, и они как бы плывут, это тоже движение уровня Б, движение уровня С, ну, это просто до невероятия, это буквально там с точностью до миллиметра высчитывается то расстояние, чтобы не упасть в оркестровую яму, но обязательно именно на этом рискованном расстоянии совершить свое танцевальное ПА. Движение уровня Д, конечно, они есть, это, например, имитация боя джигитов, которые должны, ну, во-первых, у них там у всех холодное оружие, они постоянно им размахивают, а еще и предметы быта, какие, бурка, и на этой бурке два участника, и в руках у них оружие, и лишь на этой бурке должна решиться их судьба. Ну и, наконец, движение уровня Е, потому что где-то в уголке спокойно сидит и поет группа людей на абсолютно неясном для меня языке. Все, это полное описание движений уровня, всех уровней движений по Бернштейну. И вы знаете, чем мне хотелось бы закончить? Я чуть-чуть затяну сегодня наш перерыв, закончим-то мы вовремя, но я бы хотел до перерыва закончить шестую тему. И закончить мне ее хотелось бы так. Вот посмотрите, мы обсуждаем операции, а по каждой операции, между прочим, можно судить не только о действии, но и о деятельности в целом. И я бы хотел это доказать. Я сейчас не буду вас мучить одной длинной фамилией. Если я сейчас ее произнесу, у вас будет ориентировочная реакция, она мне не нужна. Суть такая. Сейчас наиболее изучаемые состояния в психологии именуются по-русски самоцельными. Или в латыни аутотелическими. Ну вот спортсмен, который на большой скорости ведет автомобиль, полярник, который достигает северного полюса, хирурги во время эпидемии, которые трудятся ради процесса и так далее, и так далее. Оказывается, говорят нам, что когда достигается вот такая активность, высоко профессиональная работа достигает своей вершины, человек испытывает чувственное удовольствие. И мне хотелось бы привести пример такого аутотелического состояния, вернувшись к Ивану Денисовичу Шухову. Дело вот в чем. Послушаем. Сначала говорит психолог. Подробно описано поначалу, как захватывает Шухов мастерком дымящийся раствор, то есть описывается каждая операция, как бросает его ровно под шлакоблок, как аккуратно шлепает каждый из них на место, где тут лечь хочет, ведь шлакоблоки разные, не один в один. Подравнивает, боком мастерка подбивает, пошла работа, все быстрее и быстрее, мороза незаметно. И вот теперь все быстрее и быстрее, цитируем окончание работы, оглянулся Шухов, да, солнышко на заходе, а разогнались лучше не надо, теперь уж пятый ряд начали, пятый и кончить, подравнять, а там ящик раствора новый только заделан, теперь класть выхода нет, если ящика не выбрать, завтра раствор окаменеет, его киркой не выколопнешь. Ну, не удай, братцы, Шухов кричит, вот начинается аутотерическое состояние. И психолог пишет, несколько в кавычках лишних насилок раствора в конце дня, вот изменение условий, когда продолжение трудового процесса становится испытанием, а его завершение состоянием потока, вот это аутотерическое состояние называют также поток, состояние потока, врабатываемость в деятельность, со всеми его характеристиками. я буду читать Солженицына и приводить комментарии психолога, который говорит об аутотерическом состоянии. Быстро хорошо не бывает, пишет писатель. Сейчас, как все за быстротой погнались, Шухов уж не гонит, а стену доглядает, стену доглядает, психолог помечает, таково его, таково единство действия с его сознанием, у аутотерического состояния есть такой признак, действие полностью сознается в любой детали. Читаем дальше писателя. Сеньку налево перетолкнул, сам направо к главному углу, оттуда с угла, глядь, у Сеньки вроде прогибчик получается, к Сеньке кинулся, двумя кирпичами направил, подносчики, подбросчики, все убегли вниз, в растворную, делать им больше тут нечего. Здесь и сейчас, комментирует психолог, в самоцельном трудовом процессе, обретает спокойную силу маленький человек, чует, что и с бригадиром своей работой сравнялся. Чувство, которое описывается в данном состоянии, называется «Могу все, что угодно, сейчас я могу выполнить любое действие». С бригадиром своей работой сравнялся, смеется бригадир, «Ну как тебя на свободу отпускать, без тебя ж тюрьма плакать будет», смеется Ишухов, «Хладет», психолог комментирует, «Уже свободен он, в чувстве уверенности в себе, полного контроля, с немедленными обратными связями, когда в сознании остаются лишь результаты конкретных операций, в сознании остаются лишь результаты конкретных операций, как пишет писатель, посмотрите, что остается в сознании, шлеп раствор, шлеп шлакоблок, притиснули, проверили, раствор, шлакоблок, раствор, шлакоблок, это в сознании, но здесь же Проявляется и мотивация Внутренняя мотивация деятельности Кажется, и бригадир велел раствору не жалеть За стенку его и побегли Но так устроен Шухов по-дурацкому И за восемь лет лагерей никак его отучить не могут Всякую вещь и труд всякий жалеет он, чтоб зря не гинули Раствор, шлакоблок, раствор, шлакоблок Кончили, Сенька кричит, айда Айда, это значит, надо срочно бежать Потому что идет уже построение И могут за это наказать, если не прийти туда вовремя Достойное окончание работы близко самовознаграждению Чувственному наслаждению, в котором мастер Точен и сдержан Еще одно и, пожалуй, самая главная Самая главная особенность самоцельного состояния Чувственное вознаграждение Чувственное удовольствие В котором здесь Шухов действительно точен и сдержан А Шухов, хоть там его сейчас конвой псами трави Отбежал по площадке назад, глянул Ничего Теперь подбежал и через стенку Слева, справа Эх, глаз, ватерпас Ровно, еще рука не старится Казалось бы, конец Но мы знаем, что нет Не все еще Психолог комментирует Главная особенность деятельности человека Есть сохранение культурных средств Орудий труда Смотрите, что делает Шухов Беги, а сейчас Шухов машет Машет Сеньки А сам в растворную Мастерка так просто бросить нельзя Мастерок надо сохранить Орудия труда Заначить так заначить В растворной все печи погашены Темно, страшно Не то страшно, что темно А что ушли все Не досчитаются его одного на вахте И бить будет конвой А все ж зырь-зырь Да видел камень здоровый в углу Отвалил его Под него мастерок подсунул И накрыл Порядок Сохранил орудия труда Теперь можно бежать назад В каторжный строй Мы завершили тему 6 И завершим ее Следующим предложением Общий итог темы 6 Заключается в следующем предложении Которое мы Надеюсь оно будет вам понятно А мы сформулируем его так Деятельность Направляется мотивом Деятельность Направляется мотивом Раскрывается в целях Соответствующих действий Раскрывается в целях Соответствующих действий И может быть проанализировано И может быть проанализировано Даже на уровне Конкретных операций И может быть проанализировано Даже на уровне Конкретных операций Ну а теперь простите меня У меня такая привычка Обязательно до перерыва Объявлять название Следующей темы Тема 7 Завершающая Тема 7 Человек как субъект познания Тема 7 Человек как субъект познания Продолжение следует...